добрый день дорогие друзья участники golden time с нами как я и обещала что будем знакомить с нашими почетными членами жюри замечательный певец актер радиоведущий композитор продюсер мастерской аллы борисовны пугачёвой и просто продюсер маленьких талантливых детей почетный член жюри михаил гребенщиков мы вас приветствуем привет всем привет всем из москвы рад со всеми познакомиться поближе привет спасибо михаил нам очень приятно что вы с нами нам очень приятно и хотели бы вот вам задать вопрос и в принципе хотели все увидеть ваши глаза наши участники многие и хотели сказать почему михаил гребенщиков всегда вот в очках хотели увидеть ваши красивые глаза вот он такой красивый и сегодня без очков скажите пожалуйста вот о наших участниках они на нет снимать снимайте они вас очень красивые вот хотели спросить о наших участников скажите вы оцениваете наши работы уже вот какой период времени нравится ли вам работы качественные работа присылать наши участники или может вы хотите пожелать может быть чтобы они как-то по-другому присылали работы более качественные допустим да конечно на первом месте больше всего хромает качество при нашем технологическом сейчас развитии можно поставить какую-нибудь лампу как в конце концов что тебя разглядеть получше ну не знаю там убрать какие-то лишние шумы а с другой стороны ну многие там играет он на пианино например на рояле главное же слушать его виртуозность но с другой стороны когда артист преподает полную такую визитку пускай какой-то даже любительский но клип там ну что-то еще что видно что он как бы всесторонне развит чтобы и заинтересован преподать себя вот так талантов мир полон как всем помочь как вселить надежду что мы не крайний конкурс еще должно быть много этих людей конкурсов мы только даем стимул наверное вот интересная работа как слышно немножечко начинает пропадать интернет да михаил ну скажите пожалуйста может быть вы посоветуйте какие-то профессиональные штучки те которые ваших сейчас чтобы для композиторов чтобы вы вот посоветовали тоже ну например одно из ноу-хау последних лет как бы рассекреченная информация однажды я сидел на одном прекрасном в одном прекрасном месте с Игорем Матвиенко из композитора Матецким в Италии и мы разговаривали а как как сейчас вот пишется музыка и что такое музыка как вы писать и Матецкий сказал говорит научилась молодежь врываться в гармонии и это очень важно уметь врываться в гармонии на самом деле все гармонии уже давно написан но когда человек с огромным образованием там выходит из какого-то высшего музыкального учебного заведения и или он убежденный рокера ему хочется извлечь какую-то свою рок там тему или еще что-нибудь и он начинает сочинять и как правило у этих людей мало чего получается а надо обращать внимание на гармонии вот нравится тебе 20 песен хитов выбери из нее любимую и возьми из этого например припева любимую свою гармонию которая тебе близка но другой вопрос как ты напишешь на нее мелодию а припев например ставь из другого из другого музыкального тебе близкого произведения и тут вопрос как ты можешь джазовать в гармонии какой-то мотив мелодию напишешь но все проблемы у людей в том это горе от ума пишут вот очень много нот у них в голове пишут пишут сейчас сложная музыка тяжело воспринимается вот а я бы рекомендовал начинать свои авторские произведения писать каких-то гармонии спасибо огромное я знаю что вы замечательный композитор и у вас уже под вашим уже так сложилось что вы многим детям написали песни замечательные которые стали очень хитовая это тоже милана вот расскажите кто вас сподвиг именно писать именно детям почему так это очень хорошая ниша в принципе которая но у нас в россии детский шоу бизнес развит еще давно а один из моих друзей это мой земляк виталий осошник который возглавляет группу волшебники двора это очень известный коллектив и и самый гастролирующий в россии из детских коллективах реально живущие существующие много лет виталий осошник возглавлял много раз российское евровидение и вообще известный персонаж это первый человек которому в конце 90 я продал песню детскую за собаку визга вот и как бы началось мое такое ну как хобби потом я попала в детский центр лагеря орленок такой у нас есть россии и написал там одну песню и понеслось поехала и уже там песен 50 моих звучат я там вообще конкретный монополист и звучат там только мои патриотические детские какие угодно песни вот и мне это очень доставляет большое удовольствие плюс хороший отдых всегда приезжаю в орленок и там прекрасно то есть это я рассказываю предысторию как я зарождалась во мне детское творчество потом появились непоседы домисольки барбарики все тоже заказали мне свои детские песни ну а потом появляется алла борисовна и детская школа 2013 году вот и я там возглавляю ее детским музыкальным креативным продюсером то есть я там придумываю номерам постановка в костюм аранжировка то какую песню поясню что алла борисовна оценивала ненужное зачеркнула нужное оставляла и так продолжалось 2013 по 2018 год пока алла борисовна не закрыла школу ну просто вот курс обучения пройдены 35 детей получили образование у алла борисовна дипломы и все дальше пошли заниматься своими делами но малыши из этой школы остались у меня взрослые ушли во взрослую жизнь от тому кому в начале школы было по 4-5 лет сейчас им 10 и они активно еще покоряют эстраду одна из них милана гагунская дочь известного виталия гагунского и в те времена года три назад в италии выступал по разным в российским каналам и пригласил туда дочь и неожиданно появился резонанс в интернете выступление с дочкой ну там набрали очень набрали очень много миллионов просмотров и папа решил попробовать у меня взять одну песню малявка и запустить ее что с этого получится вот и она вот за три года набрала где-то больше 200 миллионов просмотров следующая там песня 180 миллионов другая там 150 их короче уже миллион не устраивает и вот сейчас 29 февраля впервые вообще в истории российского шоу-бизнеса девочка собирает полутора тысячный зал випы по 5 тысяч рублей 100 випов проданы были еще три месяца назад супер ну и соответственно у меня есть студия мой продюсерский центр и я занимаюсь разными там ну и клипы снимаю аранжировки делаем и еще стал вот так скольким детям вы еще написали песню вот таким хитовым как милана я знаю что и благодарю друзья мои пользуйтесь пожалуйста я сама у вас заказываю свои песни своей дочери мужик приобрели у вас три песни они тоже стали хитовые вот последнюю крайнюю песню мы записываем танцу которая тоже выйдет скоро в эфир так что я вам дам ее послушать благодарю для меня все дети которым я пишу это суперзвезды то есть я пишу или милане гагунской там десятую песню или пишу пишу песню инесси белой я точно так же вкладываю в нее чтобы это было успешно и классная песня я каждого ребенка своего могу называть но может быть эти имена ничего не скажут они для меня больше говорят их родителей и так получается что складывается впечатление что вот многие родители думают что вот и если даже обратиться к автору который написал милане песня стала многомиллионной не всегда это работает другому автору тут логики вообще никакой нет там например ну здесь милана гагунская дочка виталия гагунского а есть дочка там турецкого хор турецкого у него там две дочки тоже что-то поют но у них нет 100 миллионов просмотров у них необъяснимо он бузовой ведет на всех каналах передачи у него кино роли клипов штук 20 у него 158 подписчиков на ютубе мы не знаем что делать не будем с миланой гагунской снимается в клипе и на концерте с ней выступает уже три года у него две с половиной тысяч подписчик кто-то просто на плейте поиграл у него 50 тысяч подписчиков за неделю добралось так что логики никакой нет и в первую очередь чтобы детское творчество было главное для семьи для друзей не надо делать ребенку травму черепа что если он где-то там не победил на конкурсе или еще чего-нибудь не обязательно должен вообще быть обязан быть музыкантом в будущем это для разностороннего развития для радости бабушки дедушки чтобы они посмотрели что чады живет в конце концов в нашей юности не было камер и такого интересного способа чтобы там реализовать себя в детстве с удовольствием посмотрел бы себя каким-нибудь там лет здесь ну и видео и конкуренция растет просто и кого выбирают сами дети в этом ютубе голосование неизвестно скажите вот те слушатели которые хотят нас заказать у вас песню мы внизу оставим ссылочку да под нашим видео чтобы они приходили михаилу заказывали обязательно эту песню михаил у меня к вам еще вопрос скажите пожалуйста вот вы вас такая знаменитая фамилия вы ее сами сделали время венщиков но у вас еще есть и одна фамилица ли родственник это исключительно одна фамилия борис гребенщиков и безусловно в детстве в 80-х годах особенно когда я шел не в кассету в студию записи где записывали там на одной стороне и сидишь и на другой металле спрашивали а какая ваша фамилия чтобы там пришли за кассетой гербенщиков они мне подкалывали родственник а я слушал вообще хэви металл и немного не понимал но потом папа пришел домой раскрыл журнал огонек и говорит вот смотрите у нас есть известный однофамилец это в начале 80-х борис гребенщиков прошли годы и в 2007 году я играл в кино и главной роли фильм называется и горе на горе я там как ни странно играю продюсер музыкальный вот и любовь моя по фильму девушка из деревни алиса гребенщикова дочь бориса гребенщиков я с ним в жизни не знаком но если я сейчас развернул камеру у меня висит его фотографии и автограф миши от бэгэ передали там из питера а так я снимался в полной метре его дочерью и однажды мы сидели за ужином и папа позвонил ей а я вот с мишей сижу гребенщиков рядом и вот она говорит папа спрашивает у тебя откуда там родственники я говорю у меня там село верхнее турово под воронежем там все борисово и гребенщиково а папа сказал у нее у нас там все-таки ближе из-под питера там гребенщиковская история идет и все совпадение и может быть сейчас это называется хайпом где-нибудь по улице москвы подходит например пожилой человек и говорит здравствуйте михаил как поживает ваш отец мой отец живет в воронеже может быть где-то да и родственник мало ли все мы где-то родственники скажите мне пожалуйста у вас планируется ли будут какое-то мероприятие чтобы пригласить детей взрослых на ваше мероприятие посмотреть принять участие летом будет международный фестиваль арт-футбол который в россии проходит уже десятый раз будет проходить это 16 команд со всего мира музыкантов приезжают выступают концерты и играет футбол все по-настоящему музыканты соревнуются за лучший лучшую концертную программу футболисты ну и эти же музыканты играют в футбольном поле я руковожу вот где концертная программа происходит в парке горького огромнейшая сцена и там происходит двухчасовой концерт моих учеников ну может быть это кто-то сочтет наглостью в этом году будет второй раз проходить в интернете есть информация об этом действует арт-футбол мы разместим тоже после нашего видео ссылочку в принципе ссылок на видео вот выступали мои дети в этом году будет их больше это роскошная сцена хорошая съемка абсолютно бесплатно и все ради людей ой супер михаил и еще скажите пожалуйста чтобы вы пожелали нашим участникам вот что пожелаете вы как продюсер чтобы их заметили знаете когда я был юным артистом во всяком случае думал что я такой и живя в воронеже когда окружали творческие люди ровесники младше старшие вот мы росли я видел это старшее поколение музыкантов которые жили в прошлом что вот наши годы было и смотрел за сверстниками и думал что вот и они как-то по жизни начинали откалываться вот кто-то идет идет вроде принчали на гитаре а тут бац он там стал военным вот семья и он отвлекся от этого дела и у людей в большинстве вот так по жизни становилось это хобби я никогда так не считал что это у меня в ходе то есть мне вот восемьдесят четвертом году мне там семь лет папа приносит магнитофон домой я включаю его в телевизор что можно с телевизора утреннюю почту записывать на магнитофон электроника и все вот я сейчас сижу мне 43 года в центре москвы в студии своей на садовом кольце и 90 метров у меня тут и ничего не изменилось с восемьдесят третьего года я точь просто вот мой магнитофон этого уже несколько тысяч долларов студия иконостат 15-летний моей истории студии и как бы я заложник и я до сих пор не могу понять это хорошо и или все-таки моя могла бы произойти жизнь по-другому но я больше ничего не умею и не хочу то есть вот студия артисты творческая жизнь это мой выбор и надо идти вот если ты там стал веленчелистом ну там не знаю тогда надо попасть максимально лучшую цель чтобы оркестр какую-то обойму чтобы там а для чего это надо музыка это такой на самом деле замаскированный халявный эксперимент что можно путешествовать делать любимое дело и деньги получать самое лучшее но вот в этот круг где вот этот джекпот не все могут попасть попадают те кто наверное очень сильно верит трудится ну нету шага правильно сдаваться нельзя сдаваться нельзя нужно и вот я сам самой не ожидал ну для меня это огромные понты то есть если меня спрашивают там я говорю а у вас там какое образование я говорю знаете у меня там из зрелой жизни первый учитель пять лет Игорь Матвиенко вторые пять лет Алла Борисовна ну конечно очень хорошая которая прошла очень достойная опыт опыт получили колоссальный достойный да и поговорить теперь к сожалению не с кем ну бывает и так ну что Михаил будем подводить итоги наши друзья еще раз спасибо что вы с нами приглашаем вас тоже Михаил к нам в Лондон на ежегодный фестиваль который пройдет уже третий с ежегодной премии в Лондоне 4 октября так что ждем вас в качестве тоже меня дух прям захватывает я прям в Лондоне то не был ну все тогда собирайтесь и приезжайте я думаю что мне сегодня приснилось небо Лондона ну все значит увидимся там в Лондоне друзья в днем осенний поцелуй мне приснился да зимпира в моей голове а вот меня в Лондоне пригласили друзья мы рады вас видеть слышать принимайте участие в Golden Time мы вас любим с нами замечательный певец актер радиоведущий композитор продюсер продюсер мастерской Аллы Пугачевой Борис Аллы Пугачевой и наш почетный член жюри Golden Time фестиваля и конкурсов ну все мы рады что вы с нами благодарю за внимание с любовью до встречи благодарю за эфир всего вам хорошего всего хорошего